Развертку цилиндра с линией пересечения Развертку горизонтального цилиндра и на развертке показать линию пересечения Для того, чтобы это построить, то необходимо, вот когда мы будем разворачивать цилиндр, то нам необходимо знать длину окружности Вот я ее предварительно посчитал Это в нашем случае получается 232 мм Диаметр этого цилиндра, можем проверить, составляет у нас вот он Здесь 75 мм, ну 37,5 мм, 232 мм Развертка цилиндра будет представлять собой прямоугольник Где одна сторона это будет вот длина этого цилиндра, а вторая сторона это будет вот этот размер Поскольку у нас будет две половинки, одна половинка вот эта, вторая половинка вот эта И они будут одинаковы, то достаточно начертить одну половинку Что мы с вами сейчас и сделаем Значит, первая вертикальную линию мы, чтобы построить, то измерим сначала Надо измерить, сколько у нас будет длина самого цилиндра Ну, в нашем случае это получается 125 мм Строим вертикальную линию Это будет вниз, под углом 90 градусов 125 мм Построили Ну и дальше, дальше подумаем Половинка этого у нас будет сколько? Будет 116 мм Значит, мы это перенесем на 116 мм И вот она, половинка А, да, это половинка, это будет вот эта часть мы будем строить А половинка половинки, поскольку эта часть симметричная Будет составлять у нас, соответственно, 58 мм Поэтому мы сместим на 58 мм И вот эта линия у нас будет вот такая И дальше прочертим верхние части вот так И верхнюю, нижнюю вот таким вот образом Ну, а здесь дальше перейдем на тонкий И ограничим это линией кривой То есть, ну, покажем, что у нас там идет что-то дальше Так, дальше, вот до сих пор Все, идет что-то дальше Теперь давайте сразу здесь мы должны будем поставить размеры То вот эти размеры и поставим Первый размер Ну, это будет вот этот И дальше мы должны поставить размер вот этой нашей половинки Параллельный размер И дальше поставить размер полный Вот так Но, как видите, тут не то, что нам необходимо Поэтому мы тут напишем 232 мм И здесь мы должны этот размер поправить Ну, в смысле поправить что? Поправить, чтобы не было с правой стороны стрелки Стрелки Вот тут стрелка 2 Мы выберем ее Нет Вообще И выносная линия Смотрим, ищем Вот выносная линия 2 Мы ее отключим Вот так мы должны изобразить Что у нас размер Ну, он дальше Идет дальше Все, готово Теперь предварительно Если вы помните Когда мы строили линию пересечения То мы строили их на двух видах Я построил третий вид И третий вид Сейчас вы увидите, для чего он нам нужен Проведем линии связи Ну, первая идет у нас Вот так То есть найдем положение точек Где будут эти точки находиться Все они будут находиться где? На поверхности На поверхности Цилиндра Это 5 Вот это будет точка 4 4 Дальше у нас есть 3 И у нас есть 2 Провели Линия связи Теперь отметим эти точки Которые у нас получились Ну, одна будет точка Здесь Они все будут в местах Пересечения на поверхности цилиндра Дальше Здесь 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 И здесь Так, а теперь мы можем подписать Да, эти точки Чтобы мы не путались с вами Где, какая точка есть Вот это первая точка Это будет у нас 6 Вот это точка 5 Это 4 4 И точка 2 Один Наша точка 1 Она же там Где и 6 Все Поставили точки А теперь Мы должны Развернуть Вот этот кусочек И все Что мы видим Отобразить Здесь Мы его Развернули А также Мы здесь Видим Положение Наших Точек Мы должны Видеть Положение Наших Точек И Где они Будут Очевидно Что точка 1.6 Будет лежать Вот здесь На севой линии Где Мы Можем Померить Расстояние Вот здесь Здесь И здесь До этих точек Ну, то же самое Очевидно Что эти Расстояния Вот здесь Я эти Расстояния Уже Отмерил Для того Чтоб нам Было Удобнее Быстрее Работать И вот Смотрите Вот это Расстояние Отмерил Здесь Оно 3 мм Это Сверху До точки 6 Поэтому Я отмечаю Вот это Расстояние 3 мм И дальше Изображаю Кружком Отмечаю Точку Вот она Одна Точка 20 Соответственно 8 мм Снизу И отображаю Точку Вот здесь 28 И там Покажу Точку 1 1 Ну Эти Синие Линии Построения Уберем Так И подпишем Значит Вверху У нас Точка Будет Здесь 6 Внизу Будет Точка 1 Так Две Точки Есть Теперь Давайте Подумаем Где Будет Находиться 5 Точка 5 Точка Будет Лежать У нас На Какой-то Образующий Этого Цилиндра И Ее Положение Мы Можем Определить Так Проведем Отсюда Радиус И Нам Необходимо Определить Длину Вот Этой Дуги Длина Дуги Определяется PR Альфа Угол Деленый На 180 Градусов Угол Мы Сейчас Измерим Этот Угол Вот Он Составляет Здесь Так 23 Градуса Ну Я Подставляю И считаю И У меня Получается Это Расстояние 16 Миллиметров 16 Миллиметров То есть Я Что делаю Смещаю На 16 Миллиметров Вот Эту Осевую Линию И Делаю Ее Синий Тонтый Вот Это Наша Образующая Цилиндра На которой Находится Точка 5 Точка 5 Находится На расстоянии От Верха 11 11 Миллиметров Отмеряю 11 Миллиметров И Ставлю Отметку Значит Это Будет У меня Точка 5 Есть 5 Дальше Дальше Смотрим Здесь Вот это идет Образующая На ней больше ничего не лежит Может быть так Что на ней могут лежать Какие-то другие точки Другие точки Но у нас здесь Одна Единственная Дальше Точно так же 4 Проведу Из центра Померяю Угол Вот этот Он у меня Получился 37 градусов Вычисляю Расстояние Это у меня Получилось 25 Миллиметров Для этого Смещаю На 25 Миллиметров Вот эту Линию Ну и Превращаем Ее Сразу В Тонкую Синюю Затем Точка Это 4 И 4 Точка Вот она Лежит на расстоянии 24 Миллиметра Отмеряю 24 Миллиметра И Там где-то Точка Закончилась Изображаю Кружок Это Получилась Точка 4 Подписываем Точка 4 Дальше Третья точка Точно так же Поступаем Проводим Из центра Радиус Находим Длину Дуги Дуги Значит Это 50 Градусов И У меня Это Получилось 32 Миллиметра Поэтому Смещаю Насевую На 32 Миллиметра Сюда Так Выбираю И Превращаю Синюю Тонкую И Смотрю Здесь Должна быть Точка 3 Расстояние От точки Т3 До точки 3 41 Миллиметр Ну и Соответственно Отмеряю 41 Миллиметр Вот так Вниз 41 Вот здесь Получается Ставлю Кружочек Подписываю Что это Точка 3 Точка 3 Есть И теперь Точно Так же До Точки 2 Провожу Радиус Отмечаю Угол Вот такой Вычисляю Длину Дуги И у меня Она получила 40 Миллиметров Смещаю На 40 Миллиметров Осевую Вот так Превращаю Синю И Откладываю Расстояние Здесь 70 Миллиметров До точки 2 Откладываю 70 И Здесь В конце Ставлю Кружочек 1 Миллиметр Это Удаляю Подписываю Что Это Точка 2 И Один У нас Есть Все Собственно Говоря Мы Все Что Необходимо Сделали Теперь Осталось У нас Построить Непосредственно И Саму Линию Сечения Эта Эта Линия Будет У нас Кривая Поэтому Берем Точка 1 2 3 4 5 6 Вот так Половинка Получилась Ну а с этой стороны Что Половинка Будет У нас Абсолютно Одинаковая Поэтому Мы Выберем Этот Объект Покажем Точку Ось Ось Отражения И Его Отразим Вот Все Получилось Вы не забывайте Что у нас Здесь Еще есть Вторая Половинка На ней Точно Такая Же Фигура Сечения Точно Такая Же На ней Имеется Все Задача Выполнена Развертка Цилиндра С линии Пересечения Построена